Стриптокарпус – уход в домашних условиях Популярным домашним растением является стриптокарпус – уход в домашних условиях, за которым не приносит больших хлопот. Вырастить его может даже начинающий цветовод, а потому не стоит беспокоиться о сложности задуманного мероприятия, лучше просто приступить к делу. Стриптокарпус – что это за цветок, к какому семейству относится? Стриптокарпус относится к семейству геснериевых. Растения этого семейства могут быть многолетними и однолетними. В природе травянистые полукустарники с цветками с пятью лепестками и плодами в виде спиральной семенной коробочки. Розовый стриптокарпус – краткое описание, почему так называется история происхождения родина растения Азия-Африка, остров Мадагаскар. Пользуется популярностью около 150 лет. Имеет густопушаные, широкие и длинные листья. Край лепестков цветков могут быть волнистые, встречаются махровые формы. Растения имеют около 130 видов, у которых различное строение листьев и цветков. Гибридные формы имеют соцветия больших размеров – от 4 до 8 сантиметров. Интересная информация. Плоды растения вторых и третьих створчатые, скручены в виде длинной спирали или коробки. Благодаря этой необычной форме стриптокарпус приобрел свое название. Разновидности комнатного растения с названиями как выглядят. На данный момент существует около 130 сортов растения. Большая часть видов стриптокарпуса подходит для выращивания и ухода в домашних условиях. Стриптокарпус белоснежный, стриптокарпус кандидус растения имеет розеточное строение, морщинистые листья. Многие отмечают, что белые мелкие цветы источают запах меда. Их длина составляет 2,5 сантиметра. Цветки с желтыми полосками и взеве с красными питнами маленького размера. Стриптокарпус большой, стриптокарпус грандис большой, стриптокарпус растение с единственным листом, длина которого достигает 40 сантиметров, а ширина 30. На полуометровом стебле находятся цветки светло-сиреневого оттенка. В взеве цвет более темный. Стриптокарпус васильковый, стриптокарпус кианус, растение розеточного строения имеет стебли 15 сантиметров, восточный и долготыну. На каждом из них располагается пара розовых цветков с полосками фиолетового цвета и желтой сердцевиной. Васильковый стриптокарпус, стриптокарпус виндланда, стриптокарпус уензленди, виндланда произошел из Южной Африки. Его лист темно-зеленого цвета с более светлыми жилками имеет размеры 90-60 сантиметров. Цветки располагаются на длинных цветоносах около 5 сантиметров длиной. Пурпурные воронковидные венчики в зеве имеют белые полоски. Стриптокарпус – скальное растение данного сорта обитает в большинстве случаев на горных склонах и на цепях близ побережья моря. Внешний вид соцветий напоминает крокус, имеет лилуо-фиолетовые цветы на зеленых цветоносах. Важно! Этот вид отличается устойчивостью к засухе и яркому солнечному свету. Как ухаживать за стриптокарпусом в домашних условиях? Ухаживать за стриптокарпусом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Растение достаточно неприхотливо, требуется регулярно поливать его и соблюдать температурный режим. По мере роста цветка придется пересаживать его в более широкие горшки. Освещенность и температурный режим выращивать стриптокарпус в домашних условиях требуется при ярком рассеянном свете. Рекомендуется выбрать подоконники, находящиеся на западной или восточной стороне дома. В теплые времена года температура для выращивания цветка должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия. Однако уже в середине октября требуется постепенно ее снижать до 15 градусов Цельсия, чтобы растение лучше перезимовало. Дополнительная информация. Подоконник на южной стороне дома может использоваться, но нельзя оставлять цветок под прямыми солнечными лучами, требуется рассеивать свет. Северная сторона не подходит для стриптокарпуса совсем, поскольку ему будет не хватать света, из-за чего растение начнет чахнуть и реже радовать своим цветением. Стриптокарпус на подоконнике правила полива и влажность весной и летом комнатному цветку требуется систематически умеренный полив, чтобы кон земли не пересыхал. Рекомендуется сокращать объем воды с середины октября, а зимой следить за тем, чтобы почва не высыхала. Для полива чаще всего используется вода комнатной температуры, которую отстаивали не менее 24 часов. Влажность воздуха требуется умеренная, а поэтому опрыскивать листья и цветки нет необходимости. Подкормка и качество почвы внесения удобрений требуется в вегетационном периоде. Для этих целей рекомендуется использовать подкормки с минеральным составом. Вносить их в почву требуется 3-4 раза в месяц. Почва должна содержать различные компоненты, чтобы стриптокарпус мог спокойно расти и радовать людей, которые его разводят красивым цветением. Для этого можно либо приобрести готовую смесь для сенполи или фиалок в магазине. Можно самостоятельно приготовить грунт из таких компонентов торфа, листовой земли, перлита, вермикулита, мхаосфагнума. Взять составляющие требуется в равных пропорциях и тщательно перемешать. Размер емкости для цветка правильное разведение заключается в выборе соответствующей емкости для посадки. Требуется отдавать предпочтение неглубоким широким горшкам, имеющим дренажные отверстия. Лучше отказаться от покупки глиняных контейнеров, поскольку корни могут прорасти в стенке, что впоследствии затруднит пересадку. Для посадки стриптокарпуса стоит выбрать пластиковые емкости. Горшок для растения обрезка и пересадка. Пересадку требуется производить по мере роста растения. Оно само обозначает необходимость проведения этого мероприятия. Количество листьев увеличивается. В этом случае требуется выбрать новый горшок и осуществить задуманное. Полив после этого в течение месяца нужно делать через поддон. Особенности цветения растения. Во время цветения рекомендуется удалять завядшие цветки так же как и старые листья. В этом случае цветок будет быстрее расти и обильно цвести. Период активности и покоя. Период покоя требуется растению зимой. Рекомендуется изменить условия для пребывания цветка в этот момент, уменьшить температуру воздуха до 15 градусов Цельсия. Это можно считать относительным покоем, поскольку листья в этот период не усыхают. Требуется аккуратно осуществлять уход. С весны до осени длится период цветения. Виды и формы цветков цветовая гамма цвета разнообразна. Стриптокарпусы могут быть лавандовыми, чисто белыми, розовыми, красными и очень темными, например, ночной дозор. Цветки могут иметь округлые и волнистые края у лепестков, бывают двухцветные. Существуют гибриды, которые имеют до четырех оттенков на лепестках. Способы размножения цветка, когда это лучше делать. Цветоводы редко останавливаются на одном экземпляре растения в своем доме, особенно если цветок пришелся по душе. В этом не стоит их винить, ведь всем хочется размножить красивые цветы в большом количестве, а потому полезно узнать, как стриптокарпусы размножаются. Размножение делением куста наиболее легкий и менее трудозатратный способ деления куста. Произвести подобную процедуру можно на сильно разросшемся цветке. Для этого требуется обильно полить субстрат, аккуратно вытащить растение, придерживая рукой основание стебля, убрать землю с корней. Затем необходимо отделить часть корневища с листвой. Проводить эту процедуру рекомендуется посредством острого ножа. Важно! Деленки требуется оставить на некоторое время на свежем воздухе, чтобы подсушить места срезов. После сушки обработать срезы антисептиком, угольной пылью. Затем новые растения рассадить по горшкам и поместить под полиэтиленовый пакет, пленку или банку, чтобы создать легкий парниковый эффект. Цветки стриптокарпуса выращивания из семян Разведение стриптокарпуса из семян в домашних условиях – наиболее длительный и трудоемкий процесс. Семена необходимо распределить равномерно по поверхности почвы, опрыскать из пульверизатора и накрыть пленкой. Регулярно стоит проветривать посадки, обеспечить рассеянный свет и постоянную температуру воздуха 20 градусов Цельсия. Для посевов лучше использовать искусственное освещение. Через 7-8 дней стоит убрать укрытие. Первая пикировка производится в емкость, превышающую размеры прошлой, чтобы можно было увеличить расстояние между ростками. Вторая – в индивидуальной горшке. Производить пересадку можно в любое время года. Черенкование здоровья молодая листовая пластина может служить хорошим материалом для размножения стриптокарпуса. Для этого лист при помощи острого лезвия делится на несколько частей. Места срезов стоит подсушить, а затем вертикально высадить в горшки. Укоренить таким образом части листа достаточно просто, не требуется использование стимуляторов роста, однако стоит воспользоваться фунгицидными растворами, чтобы уберечь стриптокарпус от болезней. Важно! Горшки требуется накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой, убрать в хорошо освещенное теплое место. Размножение стриптокарпуса черенкованием проблемы выращивания болезней и вредителей. Стриптокарпус сильно подвержен возникновению различных заболеваний. Зачастую появляются бактериальные грибковые инфекции. Болезнь проявляет себя при изменении влажности воздуха, превышении и понижении температуры воздуха, в постоянном контакте растения с водой. В сухом воздухе растения могут начать одолевать различные насекомые, тля, щитовка, трипсы. На наличие вредителей указывает то, что нераспустившийся цветок стриптокарпус высох. Нередко появляется вопрос и о том, почему не цветет здоровый стриптокарпус. В этом случае требуется просто перенести его в более светлое место, где продолжительность освещения будет не менее 12 часов. Как с ними бороться при поражении болезнью стриптокарпуса требуется в первую очередь срезать зараженные фрагменты. Затем, если болезнь появилась недавно, опрыскать растения фунгицидами или мыльным раствором слабой концентрации. Цветоводы также дают совет подумать о том, в достаточно хороших условиях пребывает цветок или нет. Важно! Наличие паразитов также подразумевает использование инсектицидов, однако в данном случае стоит не только опрыскивать им микрону растения, но и вносить субстрат. При сильном размножении вредителей придется пересадить цветок в другой горшок. Любовь цветоводов к стриптокарпусу безгранична. Они готовы идти на любые жертвы для получения нового сорта цветка первыми, а также будут защищать его от вредителей до последнего. Те, кто избрал этот путь, знают все об уходе за растением. С этой информацией стоит ознакомиться и новичкам.